Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас распаковка посылок с сайта Алиэкспресс. Ну а если ты еще не подписан, то обязательно подписывайся, потому что впереди масса всего интересного. Также хочу вас пригласить в свой инстаграм. Там я выкладываю различные мастер-классы, полезную информацию. И также каждую пятницу я буду проводить лайк-тайм. Будем повышать охват. Ну и давайте начнем. Первая посылка вот в таком синем пакете. Сейчас посмотрим, что тут. Тут у нас, о, эти приколюшки. Я думаю, вы поняли, что это такое. В водичку окунаем и эти шарики разбухают. Для декорчика подойдет. Только, по-моему, если я не ошибаюсь, их должно быть три пакетика. В общем, ладно, будем смотреть. Дальше. Вот такая посылка. Здесь у нас паутинки. Все у нас тут запломбировано. Крышки, правда, открыты так прям не очень. То есть, если бы не было пломбы, все бы нахрен протекло. Обязательно ее протестируем. Так, больше ничего. Тестировать буду в конце видео. Давайте дальше. Опять я звук не брала. Так. О, божечки. Здесь пришла одна заколка. Ну, обычная заколка. Симпатичненькая вот такая вот. Вот такая красота. Так, давайте дальше. В общем, что у нас тут. О, ножницы. Господи, они пришли. Я в шоке. Я просто в шоке. Офигеть. Они стоили совсем копеечки. Девчонки выкладывали в группе. Слушайте. Так. На звук неплохо. Классно. Пять штук, по-моему, должны. Да, пять штук. Офигеть. Прикольно. Стоили. Прям вообще недорого. И такие прям, ну, упруги так. Туговато идут, так скажем. То есть, ну, нормально. Вот эти легенькие. Давайте попробуем открыть следующую посылку этими ножничками. Если ссылочки не сгорели, я обязательно оставлю их в описании под видео. Режут шикарно ножнички. Вообще супер. Так, а здесь у нас вот такая вот. Ох. Давайте разрежем. Штучка для бутылок. Тоже рублей тридцать стоила. Я и заказала. Почему бы и нет. Ой. Ой. Слушайте, прикольно. Пробка такая. Вставляется. И можно для ликеров использовать, да, там, для каких-то напитков. Также какой-нибудь сироп наливать. Открыл. Закрыл. Все. Ну, пластик. Ну, я думаю, будет нормально. Не постоянно же им пользоваться. Так. Ехали дальше. Дальше. Ой. Не порезать ничего. Ой, красота какая. Это серьги. Ой, какие красивые. Правда. Очень красивые сережки. Сразу. А, нет. Давайте посмотрим их. Так. Ну, да. Погнуты вот эти вот гвоздики. Они легко выпрямляются, но прям вот один разочек выпрямил и все. Потому что, ой, красивые, очень красивые сережечки. Потому что они такие прям, ну, гнутся очень хорошо. И я думаю, что если их гнуть постоянно, то они сломаются очень быстро. А так вот такие красивые серьги. Мне нравится. Давайте дальше. Так, дальше. Ох, это у нас должны быть топ. Топ без липкого слоя. Заказала для ТИПС. Наконец-то. Это хороший топ. Ну, для ТИПС он идеален. Просто поэтому заказала топ для ТИПС. Посмотрите, как упаковано. Это все. Первый раз я получаю топ. С вот таких красивых пакетиков. Ох, закрыто плотно. Вот такой вот топ. Жиденький. Но для ТИПС шикарно подойдет. Я рекомендую этот ТИПС для ТИПС для ТОП. ТОП для ТИПС. Лучше вот так вот. Две штучки заказала. Так, дальше. Здесь. Ох ты, господи, боже мой. Пакет еще больше не могли положить. Вот такое вот кольцо. Кстати, тут какая-то проба стоит. Серебро. Серебро. Ну, стоило, опять же, недорого. Такое вот колечко. Размер седьмой. Слушайте, ну, классно. Мне сейчас немножко отекли руки. Поэтому на этот пальчик. Так я брала вот на этот. Так, ну, в общем, ну, такое вот красивое колечко. Это одно белый камушек. А второй камушек розовый. Вот этот маленький. Красивое колечко. Пусть лежит пока, пока у меня отек не спадет. Так, давайте дальше. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну, я так полагаю, что здесь маски. Ну, что-то нифига не маски. А, это штука, которая мне нужна. Я сейчас прохожу курс. И очень много рисую. Поэтому вот эта штука мне очень-очень даже кстати сейчас. Прям, я скажу, недолго нашла. Это вот так вот клеишь и делаешь все, что тебе нужно. Вот такие вот пластилинки. Вообще я клеила на пластилин обычный. Типсы. На апельсиновую палочку. Ну, вот эти штучки как раз для ногтей. Пусть будто пластилин отдам ребенку. Пусть что-нибудь лепит. Вот так вот. Так, дальше. Что у нас дальше? О! Это кисточки. Очень мне понравились кисточки эти. И решила заказать попробовать. Ну, на вид, конечно же, они мне понравились. Потому что, естественно, я их еще не пробовала. Такие они очень-очень легкие. Ой, как мне нравится звук вот этот. Кисточек. И все они вот такие вот тоненькие. Но для меня это не тоненько. Поэтому, возможно, я буду их стричь. А там посмотрим. В общем, вот такие вот кисточки. Сейчас протестируем с вами. Вот такая вот конструкция у меня. Тут пластилин. И перекроем типсу. Вот этим гид-лаком. От фирмы Серебро. И протестим по-быстрому на нем что-нибудь. Что-нибудь сейчас протестим. Давайте откроем сейчас паутинку. Так. Паутиночка. Все вот так вот хорошенечко упаковано. Не люблю я делать вот эти дырки посередине. Не знаю, мне проще вот все вот это вот дело вот так вот снять. Ох. Испачкаться 150 раз. Ну, зато так. Ой, слушайте, она прям очень липкая, прям густющая такая. Вообще. У меня паутинка есть. Сейчас я вам покажу, какая. Сейчас, пять секунд. Покажу паутинку. Вот такая двина лиса. И она мне вообще не нравится. Сейчас покажу, почему. Сейчас я вам все-все-все покажу. Сейчас вторую открою. Так, возьму дотс. Дотсом буду делать. Рассказываю, почему. Вот эта паутинка, я сейчас пока снимала пломбочку, да, вот эту фольгированную. Он прям вот густой и очень-очень липкий. То есть очень-очень хорошо тянется вот эта паутинка. Я не знаю, хорошая она или нет. Но на первый взгляд неплохая. Вот эта паутинка, она, если честно, очень-очень-очень странная. То есть она не такая густая, как вот эта, допустим. И сейчас я вам покажу, в чем фишка, в чем я так считаю. Смотрите, я выкрасила две типсы. И мы сейчас проверим сразу с вами. Давайте вот эту сейчас нанесу. И покажу вам, что получается. Так. Ну, примерно, да, там. Ну, к примеру, вот так. Вот она паутинка. И видите, она растекается. Она делает вот прям жирные какие-то пятна. Меня это прям напрягает очень-очень-очень сильно. Давайте посмотрим, как это. Ну, как бы я понимаю, что нужно, да, тоже не тянуть и сразу сушить. Но, когда я делаю на ноготках какой-то дизайн, она прям вот расплывается, прям мгновенно. То есть это не паутинка уже получается, а просто какие-то полоски. Я их так могу нарисовать. В общем, не очень мне. Просто смотрю много всяких различных видео и попадается вот паутинка, именно паутинка. Давайте попробуем эту. Тут даже, видите, в два этих делаешь. Ну, вот тут вот сразу прям. Ой, как много. Слушайте, видели, даже та паутинка она не делает вот так вот, как это. Смотрите. Вот тоже немножечко она подслевается. Но, мне кажется, она все равно, смотрите, вот так, если для сравнения, да, то есть, ну, можно быстро нанести и быстренько убрать ее сразу в лампу. То для сравнения, конечно, вот эта паутинка лучше. Даже вот тут некоторые маленькие элементы, они намного лучше, чем, допустим, вот та черная, да. Ну, знаете, по цене, по-моему, вот эта вот, которую сейчас я распаковала, она, по-моему, дешевле, чем у Винолиса. Ну, давайте. Ой, тут такая обманка вообще конкретная. Вот, допустим, давайте. Ой, как мне нравится, как она вот тянется вообще просто идеально. То есть, не надо вот эти тоненькие. Смотрите, вот для сравнения. Идеально, просто синий, идеально. Прям вот меня это радует. То, что вот прям вот, то, что нужно. Ну, вот эту паутинку я вам рекомендую. Но если вы, допустим, не знаете, да, какую покупать паутинку, то я могу порекомендовать вот эту паутинку, вот такой фирмы. Вот эту паутинку с... Как ее называют-то, господи. Винолисы я не рекомендую. Мне она не очень нравится, она растекается и вообще ни о чем. У меня как раз вот такая паутинка в заначке есть еще и черная. Так что эту паутинку я рекомендую. Буду делать какие-нибудь крутые дизайны. А эта паутинка, я не знаю, что с ней делать. Пусть стоит. Может быть, когда-нибудь она мне пригодится. Так, дальше протестим кисти. И вот смотрите, я даже не сушила еще, вот сколько уже прошло времени, минут пять, наверное, тут пока я подготавливаю типсы, не стирая. Вот и я не сушила, и вот оно как, да, выглядит. То есть черные прям жирные полоски непонятные. А это нижние, да, синий-красный. Прям паутинка. Блин, ну супер. Я в восторге, честно. Так, здесь у кисточек транспортировочный клей. Сейчас мы его так динь-динь-динь-динь-динь. Убираем. Ну вот все равно, видите, толстая прям кисть. Ну ладно, будем пробовать. Вот это может быть, кстати, подойдет для каких-то... Ну, кстати, вот это оставлю ее, наверное, так. Это для тонких каких-то линий, да. Но опять же, не для тонких, а для длинных. Потому что... Вот я ее распушила, смотрите, прям вообще. Ну ладно. Мы сейчас ее обмакнем в базу, и все у нас будет хорошо. Так. Самое главное сейчас этот клеюшек снять. Так, и обмакнем в базу. Так, сейчас нанесу базу. И в базу обмакну все кисточки свои. Вот таким вот образом. И просто вытру асалфеточку. И так же остальные. Вот это прям жирная такая кисточка. Прям вообще... Прям ворса очень много в ней. Так. И эту так же. Блин, мне этот звук напрягает. Почему, когда я записываю видос, постоянно забываю выключить этот звук? Ладно, поехали. Будем рисовать. Давайте буду рисовать черной краской. И давайте нарисуем какие-нибудь... Попробуем что-то нарисовать. Да, вот кисточка. Ну, допустим, тонкие линии, смотрите, уже не получится. А вот, допустим, какие-то элементы вензелей. Ох-ох-ох, как мне нравится. Очень-очень-очень круто. Слушайте, ну, неплохо, неплохо. Тоненькие какие-то вензелюшки. Ну, прям сложно будет рисовать это кисточкой. Кисточку держать в руках. Кстати, мазковые, да, какие-то элементы такие. Ну, вот, допустим, вензелюшные, да, такие, мазковые какие-то элементы. В принципе, эта кисть подойдет. Ну, неплохая кисточка. Я другого, в принципе, не ожидала. Ну-ка, давайте-ка еще вот так сейчас я ее вытру. Посмотрим. Ну, да, мазочки. Мазочки можно рисовать смело ей. Ну, вот, для мазочков, для каких-то вензелюшек пожирнее, она подойдет, в принципе, нормально. Давайте дальше. Вот эта длинная прям. Сейчас мы ее вот так вот. Ох-то, господи, длиннющая. Я такими даже и не привыкла рисовать. Даже у меня и не было. Точнее, у меня есть такие кисточки. Они лежат абсолютно новые. Но никогда не рисовала такой длиннющей кистью. Ну, очень удобно рисовать какие-то, допустим, какую-то геометрию, да, вот полосочку, допустим. Идеально. Посмотрите ровно. Не без всяких усилий. Прям идеально. Прям вот идеально. Супер. Слушайте. Эта кисть мне тоже нравится. Она такая своеобразная, длинная. И вот ей вот такие вот элементы очень-очень удобно будет рисовать. И вот такая вот кисточка осталась чуть-чуть короче. И чуть-чуть длиннее другой. И тут сейчас я вытру вот это вот все дело. И тут у нас... Ну, какая у меня краска. Давайте, ладно. Не буду я заморачиваться. Просто возьму другую типсу. И вот эта вот кисточка попробую что-нибудь тоже нарисовать. Ну, возможно, сто процентов я буду подстригать, да. Вот здесь можно, допустим, какие-то... Ну, тоже такие же, наверное, элементики какие-то прорисовывать. Как снимать видос начинаю? Так начинается пищаловка, да. Ну, какие-то, не знаю, такие вот... Вообще, не очень непривычно. Привыклая тоненькой кисточкой. Ну, этой тоже можно, да, допустим, какие-то ровные полоски, мазки, ну, не знаю. Вензеля мне ей неудобно. Вот покороче вот та еще можно. Такие мазковые какие-то можно еще прорисовать, да, опять же, для мазочков. Но я, возможно, одну из этих всех кисточек буду подстригать. Потому что это не дело. В общем, вот такие вот дела. Кисточки неплохие. За свою стоимость хорошие. Так что, в принципе, можно приобретать, да. Можно и самим ее подстричь. И почему бы и нет. Вот. Поэтому, в принципе, я рекомендую эти кисточки. Неплохие. Вот это прям вот для линий, для каких-то линий, да, для геометрии идеально. Вот это вот для каких-то мазковых, да, вензелюшек, да, там, идеально. Вот это, ну, не знаю, мне кажется, я ее подстригу. Прям подстригу. В общем, вот такой вот был, вот такая была распаковка. Вот такой был обзор. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на меня. Ставьте пальчик вверх, пишите свои комментарии. Ну, и, конечно же, жду вас всех в инстаграмчике в своем. И, конечно же, скоро будет еще одна распаковка. И будет их много постоянных распаковок, потому что смотрю рубрика распаковок. Вам нравится больше всего на моем канале. Все. Всем пока-пока.